1 июля при храме Рождества Христова состоялось заседание коллеги религиозного образования и катехизации Кубанской митрополии. Впервые принял участие и возглавил заседание митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. На заседании присутствовали представители администрации Краснодарского края, Министерство образования, науки и молодежной политики, ректоры и проректоры ведущих вузов столицы Кубани, директор библиотеки имени Пушкина, а также руководители всех лепархиальных отделов религиозного образования в Кубанской митрополии. Повесткой дня мероприятия стали вопросы духовно-нравственного образования и просвещения в Кубанской митрополии. С приветственным словом обратился к присутствующим Владыка Григорий. Понимаем, сколько важно сейчас получение образования, и надеемся, что дети в средних школах и в средних учебных заведениях, в высших учебных заведениях молодые люди будут получать не только знания, не только образование, но еще и соответствующее воспитание. Я надеюсь, что дети и после школы, и после вузов будут уже добрыми гражданами нашего Отечества, которые нацелены будут на то, чтобы приносить пользу той стране, в которой они родились. Я надеюсь, что имеют самые ближайшие перспективы жить и трудиться. С основным докладом о состоянии дела и перспективах развития в области религиозного образования в Краснодарском крае выступил руководитель Араик Екатериандарской пархии протери Александр Игнатов. В своем выступлении он обратил внимание на то, что приоритетным в работе отдела является поддержка учителей и преподавания основ православной культуры, при этом и пархиальный Араик оказывает педагогам информационную и содержательную помощь. Так, на сайте Храма Рождества Христова был создан специальный раздел в помощь учителю основ православной культуры. Протери Александр Игнатов коснулся важного вопроса необходимости повышения квалификации как для учителей, так и для священнослужителей, участвующих в проекте «Час духовности», а также о создании курсов обучения от священнослужителей, где бы они смогли получить дополнительное образование по педагогике и возрастной психологии. Вот здесь тоже хочу обратить внимание и министерства, и представителей этого института на то, чтобы нам запланировать ряд методических, в том числе семинаров, и с привлечением священнослужителей, а можно быть, и посмотреть не только наши епархии, но и представителей духовенства, всех вашей, нашей митрополии, чтобы повысить уровень духовно-нравственного посвящения и образования среди духовенцев, в том числе, и мы тоже нуждаемся в учебе. Большое внимание было уделено участию педагогов во всероссийских и краевых конкурсах духовно-нравственной направленности, таких как «За нравственный подвиг учителя» и «Учитель года Кубани» по ОПК. Хочу сказать, что также ни в одном регионе не проводится конкурс «Учитель года» в очном. Если конкурс «За нравственный подвиг учителя» проводится по формату, написали, сдали, получили результат, грамоты и наградили на образовательных чтениях, то на Кубани он проходит очки. Что это нам давало? Вот в отличие от этого одного года, который действительно у нас в своем регионе. Это давало нам возможность увидеть лучших учителей, услышать, как они говорят, как они рассказывают детям о вере, как они чувствуют веру и как они честно об этом могут донести тем, кто сидит на протеке. Одним из вопросов совещания стала подготовка к предстоящим 27-м всекубанским Кириллом Мефодиевским чтениям, тема которых уже определена как «350-летие со дня рождения Петра I», «Секулярный мир» и «Религиозность». В ходе мероприятия была намечена дата проведения очередных всекубанских чтений на 20 октября 2021 года. Представители высших учебных заведений обозначили основные проблемы нравственного уровня современной молодежи. Далеко не все еще сделано и свидетельством того является наша сегодняшняя молодежь, которая, к сожалению, пока еще далека, наверное, от того идеала, которому необходимо стремиться. Я считаю, что работа, которую начата в школах, в частности, нам необходимо продолжать ее в университетах. Я могу сказать, что, побывав сегодня на этом мероприятии, я, безусловно, буду продвигать эту идею через кураторские часы со студентами первых курсов и последующих курсов, поскольку считаю, что университеты потихонечку должны сближаться все-таки с православной церковью. Мы являемся казачьим краем, традиционно относящимся к православному краю. Ну, что касается часа духовности лично для меня, я понимаю, что мы эту работу будем продолжать и в университете будем эту работу активизировать, но в этом отношении, конечно же, я понимаю, что ресурсы за каждой работой необходимо накопить определенные ресурсы. Ресурсы, в том числе, заключаются в том, что нам необходимо будет, конечно же, содействие епархии в том, чтобы этот час духовности проводить с непосредственным участием священнослужителей, тех лиц, которые могут это провести квалифицированно, грамотно, вдумчиво. Сегодня мы можем приобщать студентов к различного рода духовно-нравственным ценностям только через активное их включение. И когда большое количество студентов поучаствовали в реконструкции, посвященном Александру Невскому, то они хотя бы все узнали, кто такой Александр Невский. И я думаю, что мы пойдем по этому пути. И сегодня мы формируем календарные планы в августе, мы будем их корректировать. Поэтому большая просьба, как только ваш план, Всекубанский Кирилл-Мефодиевский чтений сложится, мы просим информировать нас об этом общем плане для того, чтобы все направление духовно-нравственного воспитания в рамках нашего календарного плана университета мы посвятили тоже теме Петра Первого. В завершении заседания Владыка Григорий поблагодарил за проводимую совместную работу и предложил не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели и задачи, и стараться их реализовать. Вы всегда открыты, готовы к работе, готовы вас слышать, обращайтесь. Я надеюсь, что и вы будете слушать нас, священнослужителей церкви, да, мы со своими добрыми идеями, крайне мы считаем, что они добрые, будем к вам обращаться. Имейте в виду, мы открыты, мы не закрыты, мы готовы к активной работе. Я надеюсь, что наша совместная работа будет направлена на благо жителей нашего края. Хранися, Господь! Еще раз благодарю за всю работу.